С июля прошлого года по маршруту номер 12 в городе Бресте курсирует один из десяти в республике электробусов первой экспериментальной партии завода МАЗ. Пойдёт ли техника в серию, станет ясно уже в текущем году. Водитель машины Пётр Воробей в этом не сомневается. «За электробусами будущее. Это вообще машина едет тихо, не дымит, не коптит, не шумит. Зарядка хватает на 300 километров, зимой немножко меньше. Много новшеств в машине, для пассажиров много. То-то тот же уют, начиная от сидений, покрытия, USB-разъёмы, зарядка. Конечно, мне приятно, что именно мне дали эту машину, именно первый электробус». Но в этот день электробус сошёл с привычного маршрута и сделал остановку возле гостиничного комплекса «Интурист». А всё для того, чтобы любой желающий смог рассмотреть его как изнутри, так и снаружи. «Электробус – это символ будущего, символ экологического транспорта, за которым в любом случае будущее не только здесь у города Вреста, а будущее всего транспорта. У нас в эксплуатации находится автобус на газу. На сегодняшний день никаких нареканий в отношении транспорта нет. В будущем мы надеемся, что город и область смогут, наверное, услышать нас. И мы пополним свой парк ещё троллейбусами на автономном ходу. Это позволит тоже решить огромное количество проблем». Транспорт, который объединяет этот слоган – предприятие «Брески – общественный транспорт». И действительно, сегодня здесь, на территории гостиничного комплекса «Интурист» удалось соединить, казалось бы, несочетаемое понятие – это транспорт и изобразительное искусство. А причина в том, что здесь открылась оригинальная художественная шоу-выставка, темами которой стал транспорт настоящего, городские пейзажи и средства передвижения будущего. Экспозиция насчитывает 67 полотен юных и опытных художников, а также изделий ремесленников. Всего на выставке представлены работы порядка 60 талантливых участников. Не случайно и её название – «Движение». «Движение – это способ существования материи. Вообще человек, он живой только потому, что он двигается и физически, и духовно. И я рада, что наш клуб «Наследие», который организовал один из организаторов этой выставки, постоянно двигается и вперёд, и вверх». «Чтобы объединить наших граждан и популяризировать работу общественного транспорта, мы привлекли к этой выставке общеобразовательные школы Московского района, школы Ленинского района, школы искусств имени Олонцева, а также члены Белорусской ассоциации творческих людей и городского нашего клуба «Наследие». Цель выставки – показать работу нашего общественного транспорта и поддержать их». Организаторы мероприятия подготовили для гостей множество сюрпризов. Но главной интригой стал аукцион по продаже первой партии новых проездных билетов для городского общественного транспорта. Всего было реализовано 11 лотов. Стоит отметить, что открытие выставки получилось ярким и насыщенным. Оно включало мастер-класс по изобразительному искусству, а также разноплановые творческие номера брестских артистов. Художественная шоу-выставка – безусловно, еще одно яркое событие в культурной жизни города. Но не стоит огорчаться тем, кто не смог побывать на ее открытии. Ведь приобщиться к творчеству художников и ремесленников можно будет до 14 мая.